К сожалению, я пока не вижу большого раскола в американском внешнеполитическом эстеблишменте по поводу глобальной политики. Я вижу нечто другое. После конца холодной войны американский внешнеполитический эстеблишмент постепенно, методом проб и ошибок, выработал, если хотите, консенсусную точку зрения среди эстеблишмента, что Соединённые Штаты могут и должны направляться миром. И в этом эстеблишменте наиболее влиятельные голоса стали голоса, хорошо известные старшему поколению в Советском Союзе. Троцкистов. Это троцкисты, американские не троцкисты, которые постепенно мигрировали из левого крыла демократической партии, республиканскую партию, и стали бороться снова под американской эгидой за мировую революцию. Вот против них в республиканской партии сейчас началось восстание, которое возглавляет Дональд Трамп и не только он. Это значительная часть не внешнеполитического эстеблишмента, а нормальных американцев, в том числе и очень успешных, которые говорят, а зачем это нам? И вот от этих дебатов, от исхода этого протеста против внешнеполитического эстеблишмента, будет многое зависеть во внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов. Полковник внешней разведки Трамп оправдывает пока наше доверие? Я думаю, что с какого момента Дональда Трампа обвинят в том, что он российский разведчик. Да, но это же обычная логика американцев. Вот мы здесь сказали, что Евгений Янович, когда они ругались с Владимир Ольевичем о том, что кто из них настоящий полковник, Евгений Янович сказал, куда бери полковник, на два звания выше. Теперь американская пресса пишет о Сутановском, как о многозвёздном генерале. Никуда не идти.